Кто вы? Мы, разносчики новой веры, красоте задающей железный тон, чтоб природами хилыми не сквернили скверы, в небеса шарахаем железобетон. Как вам такая логика Владимира Владимировича Маяковского? Не нужны нам зеленые насаждения в центре Москвы, давайте зафигачим бетонные коробки. Ему вторил другой поэт, Демьян Бедный, коллега по цеху. Настоящая фамилия была Придворов, но революционный тренд внуждал творцов брать себе актуальные псевдонимы. Например, Голодный, на самом деле Эпштейн, Ясный, настоящая фамилия Яновский. А вот поэт Безыменский под своей настоящей фамилией, теперь вы понимаете, в какую братью метил Булгаков, вводя в свой роман героя бездомного. Демьян Бедный был известен как Шило, Сафрон, мужик вредный, и писал в следующем духе. Снесен часовинку бывало по всей Москве, ду-ду-ду-ду, пророчит бабушке беду. Теперь мы сносим горе мало, какой собор на череду? Еще Писарев настаивал на полном освобождении личности от авторитетов, традиций и предрассудков. Среди предрассудков, обветшалые рухляди, как он говорил, и хлама, помимо семейных пут и религиозных верований, присутствовала и поэзия Пушкина. Поэзия Демьяна Бедного пришлась бы Писареву по вкусу. И поэзия Маяковского. И в общем-то, Лю Корбюзье эта поэзия также пришлась бы по вкусу. Вот как некоторые граждане, особенно девушки, называют место, где живут. Дом, милый дом, уютный уголок, семейный очаг. Во! Дом – это машина для жизни. Как вам такая концепция? Жил-был в Швейцарии Шарль Эдуард Женере Гри. Он был сыном часовщика, но в историю вошел как пионер модернизма. Один из. Мир знает Эдуарда по псевдониму Ле Корбюзье. Если сейчас мы воспринимаем хрущевки как атовизм советской эпохи, то в первой трети прошлого века подобные здания были настоящим прорывом. Железобетонные параллели Пипеды без каких-либо украшательств. Они были в первую очередь функциональны. И Корбюзье был одним из тех, кто начал не только проповедовать данный функционализм, но и притворять его в жизнь. Я ни в коем случае не хочу умалять достоинства Корбюзье как архитектора. Многие его находки были действительно новаторскими, а в чем-то даже гениальными. Но за фасадом гениальности иногда проступает самодурство, цинизм и откровенно наплевательское отношение к человеческой личности. И об этом, увы, искусствоведы, предпочитают помалкивать. Ибо Корбюзье это икона современной архитектуры. В анкете Московского союза художников, посвященной современному облику советской столицы, Зочий дал такой ответ. Нужно разрушить все существующие жилые здания, в корне уничтожить ее радиально-концентрический облик, сохранить помимо Кремля лишь мавзолей, большой театр и особняки стиля ампир. И далее он пояснял. Нет возможности мечтать о сочетании городов прошлого с настоящим или будущим. В Москве, кроме нескольких драгоценных памятников былой архитектуры, еще нет твердых основ. Она вся нагромождена в беспорядке и без определенной цели по системе концентрически радиальной. Вот так Москва идет к чертовой матери. Чуть ранее, в 1925 году, на международной выставке декоративного искусства в Париже, Корбюзье представил проект реконструкции центра французской столицы. План Вуазен или Вуазен. С ним полезно ознакомиться перед прогулкой по кварталам, расположенным севернее и восточнее Лувра, таким как Леаль и Маре. Леаль, точнее. Я периодически вожу там своих экскурсантов. На их месте должны были возвышаться 18 200-метровых крестообразных башен. По поводу Лондона, Берлина и Рима, Маэстро также не испытывал никаких сантиментов. Вся эта архаика должна была уступить место утрасовременным зданиям, где так вольно дышит человек. Но пойти по стопам барона Османа, лихо снесшим исторические кварталы Парижа ради прямых широких бульваров, о чем я рассказывал в лекции о сталинской реконструкции Москвы, Корбюзье не удалось. Не дали. А что невозможно во Франции, возможно в стране, где мы наш, мы новый мир построим. Естественно, на месте старого. Поэтому Корбюзье, вдохновившийся на уже упомянутой выставке проектами Дворца труда и рабочих жилищ, которые выставлялись в советском павильоне, начал искать пути на восток. В 1928 году он выиграл конкурс на проект здания Нарком Легпрома, Наркомата легкой промышленности. Закладка состоялась в 1929 году здесь, на Мясницкой улице, на месте снесенной церкви. Советская власть вообще прополола Москву довольно основательно, уничтожая храмы как сорняки, архитектурные сорняки. На Мясницкой нет ни одного, хотя было их там пять, если считать еще трехсветительскую церковь у Красных Ворот, где крестили Лермонтова. В 1710 году я впервые увидел государя, писал Пушкин. Я стоял на высоком крыльце Николы на Мясницкой. Пушкинисты нашли в этом описании две ошибки. Визит Александра Первого в Москву состоялся в 1809 году. Высокое крыльцо было не у Николы, а у церкви святого архидиакона Евпла. Она располагалась на стрелке, образованной стыком Мясницкой улицы и Милютинского переулка. Сейчас на ее месте Лужков Стайл, один из убогих корпусов высшей школы экономики. Для нас не столь важно, где находился Пушкин, потому что ни Николы Чудотворца, ни Евпла на Мясницкой больше нет. Но как раз на месте первого возвышается здание Центросоюза. Московские власти снесли охотный ряд, по-османовски проложили новый Арбат, расширили Тверскую. В общем, действовали вполне в русле законов, предложенных Корбюзье. Все это происходило в рамках сталинской реконструкции Москвы 1935 года. Опять-таки, отсылаю вас к лекции, она есть у меня на канале. Но Корбюзье помимо конкурса на здание Центросоюза участвовал в конкурсе на возведение Дворца Советов. Его проект, естественно, отображал его архитектурные креды. Причем для презентации мастер лично прибыл в столицу СССР, чтобы предстать перед комиссией, которую возглавлял, ну, как вы думаете, кто? После того, как Корбюзье зачитал приветственную речь, в зал внесли макет, накрытый тканью и контрабас, на котором архитектор сыграл интернационал. Ассистенты раскрыли макет. Тут выяснилось, что в нем натянуты струны, на которых Корбюзье закончил исполнение международного пролетарского гимна. Вот уж действительно, а вы Ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб. Но перформанс не произвел нужного впечатления. Во-первых, проект не отвечал некоторым пунктам, как бы мы сейчас сказали, ТЗ. Во-вторых, в Советском Союзе к тому моменту в искусстве сменился идеологический вектор. На место авангарда пришла переосмысленная классика. Легенда гласит, что после презентации Сталин иронично спросил, а Сулико он так сможет сыграть? Когда Корбюзье знакомился с планом Иофана, победившим в конкурсе, он вознегодовал. Он считал, что это предательство идеи революционного искусства. Он даже писал письмо Сталину, но Иосиф Виссарионович уже принял решение. И надоедливая критика француза его только раздражала. В конце концов, план Вуазен не был реализован, зато появились другие знаковые строения, благодаря которым имя, точнее говоря, псевдоним Ле Корбюзье занимает высшую строчку в хит-параде самых-самых архитекторов прошлого века. Но есть еще одна деталь, которая выявляет его человеческую сущность. Это деталь Эйлин Грей. Жила-была в Ирландии Эйлин Грей, а потом она жила во Франции. Она проектировала мебель и интерьеры. Она была исключительно, потому что у нее не было жажды славы. В условиях современного пиаринга и продвиженинга это звучит как минимум странно. Не менее странно это звучало в начале 20 века. Ей было уже под 50, когда она, не имевшая архитектурного образования, решилась построить дом, названный, как и ее знаменитый, столик Е1027. К участку не было дороги, и все строительные материалы доставлялись вручную на тачке. Она планировала там жить со своим любовником, румынским критиком и издателем Жаном Бодовичи или Бодовичи. Не знаю, как правильно произносится. Для Эйлин Грей, в отличие от Корбюзье, дом был живым организмом. Дом, говорила она, это не машина, в которой живут, это оболочка человека, его продолжение, его свобода, его духовная эманация. Вы не находите подобную концепцию более человеческой? Человечной. Жизнь с Бодовичей оказалась невыносимой, и что делает Грей? Выгоняет его? Нет. Она оставляет резиденцию своему любовнику, а для себя строит второй дом. Тамп Апайя. Корбюзье, которого с Бодовичи связывали не только профессиональные, но и приятельские отношения, был частым гостем на вилле Е-1027. Грей искренне восхищалась им, но всячески сбегала с ним встреч. Тот отвечал взаимностью, что не помешало ему расписать на свой лад стены в Е-1027, не спросив разрешения у хозяйки. Грей назвала это актом вандализма, уязвленный маэстро мстил своеобразно. Он построил позади Е-1027 свой собственный дом, который Грей назвала ужасным сараем. Он пытался вызвать ее наспор в прессе, от чего она уклонялась. После смерти Бодовича, пользуясь тем, что у Грей нет никаких прав на ее собственную виллу, Корбюзье купил ее со всей мебелью. От предложенных им денег Грей отказалась. Все это нуждает поместить здесь, возможно, не вполне уместный эпитет о непротивлении злу. Корбюзье явно рассчитывал, что Грей будет бороться, доказывать, спорить, беситься. Она же просто игнорировала все его выпады. Поведение удивительное, учитывая ядерную смесь ее шотландской ирландской крови. Корбюзье умер рядом с виллой Е-1027, в которой он жил. Во время купания у него случился сердечный приступ. Эллен Грей прижила его почти на 10 лет. Корбюзье стал иконой архитектуры. Фамилия Грей долгое время упоминалась лишь в специализированных справочниках. При планировке здания Центросоюза Ле Корбюзье сумел воплотить в жизнь 5 главных принципов, сформированных им как основополагающих и ставших главными принципами современной архитектуры. Первое. Столбы опоры. Дом приподнят над землей на железобетонных столбах опорах, при этом освобождается место под жилые помещения. Для сада, например, или для стоянки автомобилей. Плоские крыши террасы. Вместо традиционной наклонной крыши с чердаком под ней, Корбюзье предлагает устроить плоскую крышу, на которой можно было бы развести небольшой сад или создать место для отдыха. Свободная планировка. Поскольку стены больше не являются несущими в связи с применением железобетонных конструкций, внутреннее пространство полностью от них освобождается. Ленточные окна. Благодаря каркасной конструкции здания и отсутствию в связи с этим несущих стен, окна можно сделать практически любой величины и конфигурации. В том числе свободно протянуть их лентой вдоль всего фасада, от угла до угла. И, наконец, свободный этот самый фасад. Опоры устанавливаются вне плоскости, внутри дома. Наружные стены могут при этом быть из любого материала, легкого, хрупкого или прозрачного, и принимать любые формы. Инновационным решением стали лифты-паттерностеры. Кабины без лифта непрерывно поднимались вверх, в одной шахте опускались в другую. Тросы получались закольцованы, что придавало всей конструкции вид четок. Отсюда и название. Паттер Ностер. Первые два слова молитвы Отче Наш. Но поскольку в кабину надо было запрыгивать на ходу, передвигаться в таком лифте было крайне рискованно. Поэтому подобное название прижилось еще и потому, что пассажиры совершенно искренне молились при поездке. В настоящее время лифты не работают и выставлены как музейные экспонаты. Корбюзье не дали реализовать свой изначальный замысел. Он не руководил постройкой. Ей руководил другой архитектор Колье. Изначально здание должно было стоять вот на таких вот столбах-колоннах. Оно должно было буквально парить над землей. Это создавало бы совершенно другой эффект. Что не отменяет его упоминания почти во всех справочниках по современной архитектуре. И уж тем более в монографиях, посвященных Корбюзье. Будучи несколько лет назад на международной книжной выставке во Франкфурте, я обратил внимание... Хотя нет, я не обратил внимание. Это ОНО обратило внимание на себя. Это нельзя было не заметить. ЭТО. Культ Корбюзье. Книги о нем смотрели на меня с полок каждого издательства, которое специализируется на искусствоведческой литературе. Апогеем стал многокилограммовый фолиант величиной с надгробную плиту. Если верить релизам издательства, Файден, издание Ле Корбюзье Ле Грон является самым полным обзором творчества мастера. В нем, в частности, есть любопытные фотографии со стройки здания Центра Союза. Его план, благодаря чему мы имеем возможность видеть, каков был изначальный замысел архитектора. И что мы получили в итоге. Вступительная статья Жана Луи Куэна озаглавлена «Человек сотней лиц». С помощью таких подзаголовков, как архитектура, живопись, преподавание, теория и прочее, автор представляет нам многоликость Ле Корбюзье, широту его талантов. Есть там и пункт «Дружба», где описано, каким чистосердечным и отзывчивым другом был маэстро. Впрочем, все это ду-ду-ду-ду. 101-го лица в этой книге вы не найдете. Зато есть стежак 2015 года. Ну что, шарахнем в небеса железобетоном вместо хилых скверов. Бродский писал, У Корбюзье то общее с Люфтваффе, Что оба потрудились от души. Над переменной облика Европы, Что позабудут в ярости циклопы, То трезво завершат карандаши. А я спешу напомнить вам, Что вы можете встретиться со мной на моих экскурсиях. В Москве 30 марта пройдет лекция «Петербург против Москвы. Концептуальное противостояние». Традиционное в библиотеке имени Толстого на Кутузовском проспекте. А 31 марта я открываю в столице туристический сезон. Сначала мы в 12.30 прогуляемся вокруг храма Христа Спасителя. Это фактически у меня уже классическая такая экскурсия. И это по факту продолжения лекции о сталинской реконструкции Москвы. Там будет масса всего. В частности, я расскажу то, о чем я не рассказывал обычно раньше. Это о побеге одного польского революционера Из пересыльной тюрьмы, которая располагалась вот аккуратно на том месте, где сейчас стоит ГМИ имени Пушкина. Ну а следующая экскурсия в этот же день состоится по Остоженке. Ну там, соответственно, все. От Есенина и Тургенева до спасенных палат 17 века. А в Питере я сначала хотел провести 23 лекцию, но посмотрел «Погода позволяет». Я открываю уже сезоны в Петербурге своей классической экскурсии «Убить царя». От Малой Садовой до Спаса на крови. Провожу ее уже много лет. Ссылки на все встречи вы можете найти в описании под этим видео. Да, в два прекрасных концерта в Москве и Нижнем Новгороде 13 апреля Остросоциальный ансамбль ОСА выступает в городе Петербурге в клубе «Слон до неба». Будут все полюбившиеся песни и даже кое-что новенькое. Ссылка на встречу есть внизу. Ну и, наконец, в конце года мы опять поедем в Париж и в Берлин. Если у вас есть интерес к этому, если вы хотите пополнить, так сказать, группу осчастливленных мною товарищей, то обращайтесь либо ВКонтакте, либо пишите на электронный адрес, который я укажу точно так же вот там. На этом все. Увидимся. Оффлайн и онлайн. Оставляйте комментарии. Пока.